Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Уникальная Зоология. Мы рассказываем об удивительных особенностях живых творений. Прежде чем рассказать о мексиканской амбестоме, хотелось бы пару слов сказать о семействе амбестомовые. Они обитают только в Северной Америке. Распространены от Южной Канады и Юго-Восточной Аляски до Мексики. У всех амбестом есть процесс, который называется неотение. Это когда развитие организма задерживается. Поэтому амбестомы могут размножаться даже на личиночной стадии. И что интересно, они могут всю свою жизнь прожить в этой стадии. Итак, вернемся к мексиканской амбестоме. Это очень редкий вид. В недалеком прошлом эта амбестома обитала в нескольких небольших озерах в Центральной Мексике. В настоящее время сохранилась лишь одна озерная популяция. Общая длина 29 см. Личиночная стадия мексиканской амбестомы, как и у некоторых других видов, называется аксолотль. Название аксолотль пришло из ацтекского языка. Дословный его перевод звучит, как водяная игрушка. Аксолотль действительно внешне похож на забавную игрушку. На головастого тритона с торчащими наружными жабрами. Непрошедшие метаморфоз личинки с хорошо развитыми жабрами проявляют себя, как взрослые амфибии. Они откладывают икринки, из которых выводится следующее поколение личинок. И так далее. При этом типичных признаков взрослого животного, кроме нормально развитых органов размножения, у них так никогда и не проявляется. Аксолотли крайне редко превращаются во взрослых амбестом. В природе такое происходит только если пересыхает водоем, в котором живут аксолотли. У аксолотли есть особые органы чувств, органы боковой линии. Боковая линия начинается на голове и тянется по бокам тела. С ее помощью аксолотль воспринимает малейшие колебания среды и находит корм даже в очень мутной воде, где с помощью глаз ничего нельзя увидеть. Слепые от рождения аксолотли с помощью органов боковой линии легко обнаруживают добычу и никогда не остаются голодными. Наряду с черными особями известны также белорозовые и белые аксолотли. Это альбиносы. У них нарушена выработка пигментов, веществ, придающих телу ту или иную окраску. Причина таких нарушений, как правило, носит генетический характер. Альбиносы встречаются и среди любых диких животных. Вспомните хотя бы белых ворон. Альбиносов специально разводят в лабораториях. Хотя их тело белое, но жабры имеют красный цвет за счет наличия многочисленных кровеносных сосудов. Экзотическое название и забавная особенность личинки амбистон – это поистине уникальное явление. Чем больше мы узнаем об удивительных обитателях Земли, тем больше растет восхищение к нашей великолепной планете и уважение к ее бесконечному мудрому Создателю. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok